разжигаю сырые дрова погода изменилась погода поменялась резко минусовые температуры резко начались эти у меня дрова были на улице все промокли ну вроде должно разгореться сегодня будем готовить кебаб картошка луковица здесь ребрышки грудинка ребрышки здесь такая вот часть на косточке часть нет мясо свинина вкусная соль перец приправы масло масло сегодня другое использую расскажу почему пока начал от разгораться хорошо огонек я вам расскажу про тот плов который готовил плов замечательный получился очень удачно с первого раза как бы вот единственное сразу скажу что вот на будущее кто вот почему это себе вообще видео это снимают а так мало ли кому-то пригодится я же также искал на видео инструкции вот но там не было сказано что надо было вот масло поменьше слить надо было масло я нифига не слил получилось очень жирно вот и масло желательно я всем рекомендую масло менять менять масло рафинированное масло использовать дезодорированное чтобы оно было и чем светлее тем лучше я так понял прошу это было такое темноватое масло и вот само само масло мне не понравилось короче вот и сегодня я использую другое масло более светлое светлого такого это самого вида посмотрим а вот и обязательно надо сливать потому что все-таки здесь такие но температуры используются в казане это же не на газу убавил сразу же тут она прям кипит сильно и все-таки это не очень полезно для организма и я рекомендую всем вот когда вот я делал плов можно по обжаривать на одном масле потом его слить нафиг и уже свежее масло например заливать в следующий раз буду так делать и масло не надо перебарщивать с маслом все камеру поставили на штатив отлично все разгорелось уже сейчас разогреваем сам казан наливаем масло и обжариваем картошку индикатор будет водичка которая на дне как она испарится так и начнем все заливаем масло масло но это не реклама это улей на классическое написано масло подсолнечное рафинированная дезодорированная без запаха вот посмотрим как она нормально и нет написано для жарки она подходит для салата для жарки в принципе но это очень важный момент и масло то она видите разное бывает тоже все выливаем масло масло много придаю идет я сказал даже дофига потому что надо же обжарить картошку представьте сколько пол бутылки наверно до больше на я потом это солью конечно масло к масло пол бутылки ушло можно принципе всю бутылку вылить но я думаю картошка не такая крупная все ждем когда закипит масло я пока лук порежу немножко ракурс поменял камеры проверяем масло проверяем масло но видите все можно закидывать картошку за два раза обжарим. За два раза обжарим. Не влезет все в задний раз, ничего страшного. Минут я так понимаю 5-7 до золотистой корочки. Пока скворчит картошечка. Информация для тех кто не в курсе. Вообще гитарный канал у меня, но иногда вот такой вот почему бы не снять. И возможно кому-то это будет полезно тоже когда кто-то будет готовить, посмотрит как делать и не будет заморачиваться с рецептом. А так у меня гитарный канал, приходите на стримы, поем песни под гитару. Первую партию вынул, сейчас вторую заправим. Так вторая партия пошла картошечки, потом сразу мясо. Такую погоду холодную, а это очень даже нормально делать короче. В жару потому что здесь как бы конечно я некомфортно себя чувствовал. А сейчас вообще очень классно. У костерочечка тепло, хорошо, красота. Все, вынимаем эту партию. Примерно занимает вот эта вот обжарка 5-7 минут. Чистая корочка сверху, она там внутри сырая конечно, она потом тушится будет еще. Ну вот она вот такой вот. Запах, конечно же получается от картошки такой же. Мясо тоже будет двумя партиями, потому что мясо я побольше взял в этот раз. Тоже обжариваем до золотой корочки. Сейчас с тобой партию потом буду делать. Вот. Первая партия почти готова мяса. Сейчас мы ее вынимаем и закидываем вторую. Тоже минут семь занимает примерно. Чуть побольше. С мясом чуть побольше. Вот такого вида красиво оно становится. И можно вынимать. Корочка покрывается и можно вынимать. Масло вставляем. Очень удобная штучка вот эта. Ну, ничего масла не сольешь конечно. Красиво уже выглядит, но это не конечный продукт. А снаружи конечно уже классно выглядит. Лук, который я порезал, он пойдет уже потом. Когда уже будет тушиться. Этого в рецепте нет почему-то. В кебабе не присутствует почему-то лук, который я смотрел. Рецепт. Но я добавлю для аромата естественно. Можно даже помидорки сверху еще кинуть. Но этого я тоже не буду делать. Я обычно когда вот такие вещи делаю. Ну, не на казане я когда так делал. Я обычно помидорку добавлял и лук. С помидоркой не буду экспериментировать пока. Просто сделаем пока вот так. Все, вынимаем вторую партию. Смотрите какая красота. Ну, оно выглядит так, но оно не готово. А красиво снаружи вообще красота. Все, оно обжарилось просто замечательно. Очень красиво обжарилось. Вот, теперь это масло. Вот где я смотрел. Его убавляют, но оставляют. Я его уберу полностью. Потому что оно уже долго. Высокие температуры. Все такое. В общем, я сейчас его сливаю полностью. Вот в чем как бы я по-другому сделаю в этом рецепте. Это я солью масло. И буду делать так всегда. Вот это масло. Масло, которое вон оно. Видите какой цвет даже. Вам видно, да, цвет какой? Я его полностью сливаю. Сейчас лучше подожду. Сейчас, которое свежее масло. Уже опять будет закипать. И уже все кладем. Картошку. Мясо. И сверху лук. Немножко водички. Солим сейчас. Сейчас все это солим, конечно же. Перчим. Солим там приправы. Вот. И все закидываем. И накрываем крышкой на час. На мелком огне. Одеваем вот такие вот перчатки. И сливаем масло. Я бы даже его, наверное, помыл, но не буду. Не получится, если мне помыть его. Все. Слили масло. Поставили на место. Заливаем свежее масло. Вот столько. Совсем чуть-чуть. Видите, как мало. Все. Больше не буду. А то будет очень жирно. У нас картошечка немножко в масле. Мясо в масло себя впитало. Здесь немножко масла наливаем. И водичку потом добавим. Ждем, когда сейчас это разогреется, маслица немножко. И кидаем картошечку. Сильнейший ветер сегодня. Ну все. Погода меняется. Так. Смотрите, что делаем. Берем соль. Солим. И перемешиваем это все. Так же и мясо. Мясо у нас рядом стоит. Так же и мясо. Солим. И сейчас перемешаем это все. Все. Закидываем в картошку. Помешали. Соли перемешали. И закидываем картофанчик. Картофанчик закидываем. Какой ветер сегодня. Ничего себе. Распределяем. О. Мясо. Сверху мясо. Я так понял, что кто как делает. Кто-то сверху мясо, кто-то снизу. Не знаю. Попробуем в этот раз так сделать. Где я смотрел, там склали сверху. Я тоже так сделаю. Мясо должно хватить в этот раз вроде. Но. Оно ужаривается конечно. Но должно хватить. Это горячая вода. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Накрываем крышкой теперь. Все поумнем, чтоб внизу было. И пускай томится полностью. Уже пока дров не буду добавлять. Хотя парочку можно добавить. Углей маловато. Все. Пускай томится на мелком, на маленьком огне. Так. Прошло примерно 10 минут. Надо заглянуть. посмотреть, как там что. Так. Я думаю, что можно водички добавить. Все-таки. Пойду за водичкой схожу. Добавим. Добавим немножко воды. Немножечко водички. Все-таки я добавлю. Чуть-чуть. Полстаканчика. О, отлично. И так как я воду лил сверху, я же соль. Добавлю соли сверху. Чуть-чуть. А то я ее слил водой. Смыл. Все закрываем. Пусть томится. На мелком огне. Сейчас время засеку. Осень. Поздняя осень. Нет листочков. Ветер сильный. И холодно. Вот такой огонек я поддерживаю. Чуть-чуть. Что так, не сильно. Вот уже примерно 20 минут. 25. Томится вот на таком огне. Когда уменьшается, немножко палочку подпалить. Подкладываю такую тоненькую. И дальше горит. Тепло, хорошо. Красота. Но сегодня ветер сильнейший, конечно. Наверное, скоро снег выпадет. Приятно смотреть на костер. Что ж, прошло полчаса. И мы перемешаем. Ух! Картошка наверх теперь. Мясо вниз. Ну так. Так получится, конечно. В общем, все это дело перемешается оно у нас. И будет уже и соль распределиться уже хорошо. Потому что все-таки сверху я посыпал. Чтобы оно там как-то вот так все перемешалось. И лучок уже тут весь перемешается. Водичка замечательная есть у нас. Вообще супер. Реально замерз, ребят. Не шутки. Сколько уже? 40 минут. Попробовал мясо. Такое еще, ну, готовое. Но, конечно, еще лучше. Потомить его, короче. Картошка уже давно готова. Через полчаса картошка была уже готова. Мягкая, уже ножом протыкалась. Так что... Дровишек подкинул я немножко. Холодно. И будем пробовать. Я потом расскажу вам, как оно уже, когда будет готово. Расскажу, чтобы было понимание. Постараюсь передать свои отютения. Ну что ж, прошел час. 55 минут, так что. Вынимаем все. Тарелочку. С золотой каемочкой. Ну, потыкал я ножом, короче. Картошка точно уже готова. Да я думаю, что и мясо готово. Столько тамится. В этот раз мяса больше, чем гарнира. А это хорошо. Мясо сейчас надо поесть. Мясо сейчас надо вообще есть, вернее. Употреблять надо белковую пищу всегда. Отлично. Вот эту всю жижу. Блин. Маленькая тарелочка-то, ребята. Ё-моё. Не уранник будет теперь все это делать. Так, все. Вот такая вот красота получилась. Смотрите, целое тарелище получилось огромное. Так, что ж, будем пробовать. Так, ребят, ну что ж, прям не отходя от кассы, как говорится, что-то сделал. Сейчас попробую сразу, продегустирую и расскажу, как вкус. Попробуем картошку сначала. Сейчас поменьше кусочек выберу. Вот. Все, картошка разварилась полностью. Картошка просолилась полностью. Вообще отлично. Соль, если честно, можно было чуть-чуть поменьше. Но очень вкусно. Ммм. Картошка потрясающе. Картошка супер. Картошка супер. Так, мясо, мясо, мясо. Давайте попробуем мясо. Какой-нибудь. Да что мы тут будем с вилками, с ложками. С этими, как его называются, ножами. Вот здесь закусочку возьму. Вот кусочек такой классненький у меня. Суперский. О, сейчас я его попробую. Ммм. Жуется. Жуется потрясающе. И не сухое. Ребят, вот какой плюс. Сашлик делаешь, но он сухой. Ммм. Ёлки-палки. А на улице горячее есть прям, да. Ммм. Ммм. Все. Вот. Плов. Короче, плов это плов. Вот это вот у меня сейчас на первом месте. Ммм. Но я не оторвался не могу. Ммм. Ребята, приятного аппетита. У кого есть казан, рекомендую. Сделал такой бруно. На ребрешках. Мясо на ребрышках прям. Ммм. Я в восторге. Потрясающе. Картошкой. Ммм. Надо это. А я не пью, понимаете. Не пью. Сейчас бы стопочку. Вот так было бы. Просто было бы. Изумительно. Так. Ребята, приходите на стримы на гитарные. Всем приятного аппетита. Увидимся. Пока.